Я не убегаю, не убегаю, я еще чего-то туда... Да, мы все вместе. Я на такой вот читке первый раз, и, честно говоря, не очень понимаю. Я просто всегда считала, что суд это что-то состязательное, во всяком случае, в идеале должен быть. А здесь какой-то состязательности я не увидела. Потому что любому человеку, который сидит, вот как я, неподготовленный к этой процедуре, не очень понятен смысл происходящего. Но, как я понимаю, что когда адвокаты пытаются что-то сказать свое, то это не находит никакого отклика. У меня какое-то сложилось тяжкое ощущение, что, опять же, уже все ясно. В сравнении с первым судом этот выглядит как? Рутиннее. Он выглядит рутиннее, так скажем, скучнее, да, и объемнее, видимо. Потому что это уже длится долго, и я думаю, еще будет долго длиться дальше. Но у меня такое ощущение, что расшивают статьи. Вот все то, что уже было, как будто заново расшивают и расширяют. Ну, это мое такое впечатление. Сейчас такая возникла легкая иллюзия, думаю, может быть, все-таки будет как-то по-другому. Но нет, вот сейчас посидела, наверное, не по-другому. А когда сам приходишь, это все-таки впечатление чисто эмоционально. Так, тяжело. Тяжело. Надо сказать, сквозь все эти блики, этого стекла вы их рассмотрели? Рассмотрела. Хотя, ну, все время мне приставы норовили помешать это сделать, но я как-то так немножечко рассмотрела их. Визуально я же давно не видела уже лично. Я видела их, Тарковского. Ну, так вроде ничего, хотя бледные, посидевшие, конечно, меняются. Конечно, меняются. Но я рада, что все-таки они, по-моему, в нормальном состоянии духа и держатся. Нет, сегодня не было родителей. Я знаю, что Марина Филипповна вчера собиралась. Мы были, ездили к ним, к родителям на день рождения в Кораллово, когда день рождения у Михаила Борисовича был, мы приезжали в компанию. Мы, в общем, рады были увидеться друг с другом. Я-то вижу иногда Марину Филипповну и Борису Моисеевичу, потому что я вхожу в Печительский совет Кораллова, лицея Коралловского. Поэтому я их иногда вижу, и мы все имеем возможность как-то обменяться, поговорить. Но здесь собрались друзья, и, в общем, хорошая была обстановка. Мы как-то все друг к другу. Главное, мы пытались подбодрить родителей, а на самом деле они нас подбодривали. Молодцы они, молодцы родители. Особенно Марина Филипповна, она такой стойкий, оловянный солдатик. Вертикально. Скажите пару слов о самом лицее. Что там сейчас? О самом лицее выпуск прошел. Знаете, из их где-то там 11 класса, которые там 20 с чем-то человек, у них, по-моему, 5 медалистов или даже 6. Хорошо очень ребята закончили. Хороший лицей, ребята хорошие. Там такая обстановка семейная, хорошая. И неплохое очень образовательное учреждение. Я думаю, что сейчас тоже у него не самые легкие времена, и в ближайшее время будут... Потому что уже возникали вот эти вот истории с необходимостью там выплаты налогов и прочее, прочее. Жаль будет, если и это угробят. А это практически последнее, что осталось от всего. Очень достойное учебное заведение. И мы будем пытаться, чтобы все-таки он продолжил работу. То есть пока эти истории не имели какого-то продолжения и оказались все основные? Ну, пока все это в таком вязком... Знаете, есть такой вид спорта, футбол на болоте. Продолжение следует...